Накануне сноса своего жилища Наталья Холанская идет в суд и пытается там уладить дела. Ее адвокат Эдуард Гринберг рассказывает, что решение о сносе уже не раз отменяли, но в точку в этом деле поставить никак не удается. Было вынесено дополнительное решение ЖТСУСКИМ районным судом в отношении признания действий судебных исполнителей незаконными. После этого в настоящее время возбуждено новое исполнительное производство. На основании каких документов она возбуждена, не установлено. Мы купили у соседей. У соседей еще в 90-х каком-то году стоял гараж. Он как был гараж, у нас по документам, планам есть. И мастерская, как она была, так она и была. То есть мы только немного облагородили. Эти улучшения и не понравились чиновникам из государственно-архитектурного строительного контроля. Сначала они потребовали 50 тысяч долларов и обещали закрыть глаза на улучшение жилищных условий, говорят хозяева. Но после отказа заплатить деньги обратились в суд и хотели полностью снести дом. Все то же самое осталось. Единственное, что мы утеплили и сделали комнату. И все. На каком основании они решили это все сносить, тоже непонятно. Постройка на своей земле, над своим домом. В час дня возле дома появились судебные приставы, полицейские и электрики. Но когда полиция и рабочие узнали, зачем их позвали, решили удалиться. Общественный активист Роман Богданов считает, что за действиями чиновников стоят финансовые интересы третьих лиц. Пока мы не видим, кто конкретно за этим стоит. Потому что мы же знаем, что в нашей стране без какой-то логики такие действия совершаться не могут. Снести дом сегодня не удалось. Районный Акимат не прислал приставам технику. Судебные исполнители ушли ни с чем. Такие планы на ремонт сделать. Уже деток завести, а тут вот такие нервы намотают. Через неделю состоится новое судебное заседание. А пока эти люди получили отсрочку.